Стать кандидатом в депутаты государственного собрания 6-го созыва по центральному одномандатному избирательному округу номер 21 претендуют три человека. Александр Петров, Владимир Руженков и Илья Орлов. Они руководители малых и крупных предприятий и активные политические деятели. На дебатах участники предварительного голосования рассказали о себе, а также доказали, почему каждый из них достоин представлять партию «Единая Россия» в государственном собрании. Центральный округ – это около 30 тысяч избирателей, 18 участков в центре города Саранска. Это очень со своими заботами, со своими проблемами, со своими за и плюсами многих предприятий и организаций образования, здравоохранения и других. Поэтому здесь все должны мы очень друг друга понимать и друг друга поддерживать и друг другу помогать. Дополнительные выборы в государственные собрания Республики Мордовия и Совет депутатов городского округа Саранск пройдут 9 сентября. Согласно порядку, партию на выборах будут представлять кандидаты, которым избиратели отдадут свои голоса на предварительном голосовании 3 июня. В ходе дебатов избиратели смогли задать свои вопросы участникам дискуссии. Конкретизируйте, пожалуйста, как Вы считаете, какие направления экономики необходимо развивать именно у нас, в Республике Мордовия, чтобы был обеспечен стабильный экономический рост? Спасибо. Мы должны создавать условия для того, чтобы бизнес из других регионов и стран приходили в нашу республику. Мы должны разрабатывать программы для поддержки начинающих предпринимателей. Наш бизнес должен более активно взаимодействовать с государством. И государство должно стимулировать бизнес открывать высокотехнологичные производства. Дебаты кандидатов проходят в два этапа. Следующий назначен на 22 мая. Также в этот день выступали претенденты в кандидаты от партии в Совет депутатов городского округа Саранск. Кроме того, в этом году в Мордовии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Основной этап пройдет в 20 районах республики, в 29 сельских поселениях. Ирина Герасимова, Станислав Семин. Народные новости.